За три дня до Светлого Воскресения наступает Страстная Пятница. В 2024 году она выпала на 3 мая. В следующем сюжете расскажем о связанных с этой датой народных приметах, а также о том, что можно и что нельзя делать в этот день. Страстная или Великая Пятница — это самый скорбный день в церковном календаре. В этот день Иисуса Христа распяли на кресте. Накануне Великой Пятницы, в четверг, Господь совершил тайную вечерю с учениками, апостолами. После нее он был предан Иуду, затем подвергнут пыткам и распят. На вечере со всеми был и Иуда. До последней минуты Господь Бог по своей великой любви к людям давал ему возможность не предать. Но пошел и предал его архиереям, которые ненавидели Христа, искали как бы его схватить, но боялись из-за того, что его постоянно окружал народ. И он сказал им, передал, что где он один, где он молится. Страстная Пятница — день скорби и тихой печали всех верующих. Кто в Страстную Пятницу смеется, тот весь год потом плакать будет, гласит народная поговорка. Христиане верят, что накануне Пасхи веселье неуместно. А день этот следует посвятить молитвам и размышлениям о жертве Христовой. Страстная Пятница — это самый трепетный, самый строгий день. В этот день не служится божественная литургия. Утром служатся царские часы. Днем традиционно в разное время, но в нашем соборе в два часа будет изнесение святой плащаницы, крестный ход. И, соответственно, уже вечером будет совершено погребение этой плащаницы. Большинство примет Страстную Пятницу связано с запретами. В самый горький для верующего человека день от многих вещей следует воздержаться. Из глубины веков до нас дошли наблюдения предков и их подсказки о том, что можно делать Великую Пятницу, а чего нельзя. Конечно, в эти дни нужно отлагать суетные дела, бытовые какие-то заботы, которые терпят отлагательство. Конечно, есть рабочие обязанности, которые работодатель не даст вам пропустить. Но бытовые вещи нужно сделать заранее. Конечно, подготовиться к Пасхе, чтобы максимально приблизиться к настроению того, о чем люди слышат в эти дни в храмах. Евангельские чтения, повествующие о самых трогательных и важных днях жизни земной спасителя. Мыться, убирать, стирать и работать по дому и в огороде. Праздновать и употреблять алкоголь запрещается. Страстную пятницу следует посвятить молитвам, смирению и помощи близким. Пост продлится и в субботу, последний день строгого поста. В этот день в храмах можно будет осветить яство, яйца и куличи. А в воскресенье уже Великая Пасха. Тверичан приглашают на светлый праздник в Спасо-Преображенский собор. Там в 8.45 состоится божественная литургия и пасхальный крестный ход. А в 18 часов Великая Вечерняя.